Первоклассников мы будем принимать до 1 сентября. На сегодняшний день принято уже 7300 человек. Это пока немного меньше. Мы понимаем, что ещё будет человек 150-200 первоклассников. Не всегда удаётся подобрать школу по микрорайону, но для этого есть управление образованием. Если в школе нет мест, мы просим обращаться к нам. Места в школах продолжают увеличивать, в том числе за счёт пристроек. Как известно, желающих жить в Сочи россиян меньше не становится. За последние пять лет количество детей на курорте увеличилось более чем на 18 тысяч. Мы уже построили 8 школ. Мы этим гордимся, но мы не останавливаемся на достигнутом. И в настоящее время уже достраиваем школу в Совет Кваджи на 400 мест детским садом, на 60 мест. Мы сдаём её к 1 сентября. Она откроет двери для детей. Мы уже начали пристройки к двум школам по 400 мест. Это школа номер 15 на Макаренко и школа номер 82 в Дагомысе. Пристройка к 11 школе на 400 мест. Пристройка к лицею 23 на 400 мест. На старте строительство школы на Мамайке. И, как стало известно, сегодня местные специалисты ведут проектирование школы в Эмеретинской долине. Эта школа на 1100 мест, детский сад на 360 мест и бассейн в одном наборе. Выделили деньги, потому что это комплекс, поэтому он стоит очень дорого, его проектирование, я имею в виду. 74 с небольшим миллиона. Нам надо успеть всё это сделать до конца этого календарного года. Спроектировать школу, получить экспертизу. У нас идут сейчас проектные работы по ремонту здания, которое перешло в отрасль образования на Макаренко 8А. Изначально была построена как школа, там находились разные учреждения, педагогическое училище и Сочинский государственный университет. Как школа она никогда не функционировала, ну, наконец-таки она получит второе рождение. И за следующий, 2019 год, мы отремонтируем её. Ремонт стоит очень дорого. И школа на 1100 мест получит своё новое рождение. В детском саду у нас сейчас, на сегодняшний день, более 22 тысяч детей. И 23 тысячи с небольшим стоят в очереди. От трёх до семи лет, то есть это дети, которым нужен детский сад, у нас 6700 человек. У нас план по выдаче путёвок почти 7 тысяч путёвок, 6958. На сегодняшний день мы уже выдали 5585 путёвок. То есть нам предстоит за последние дни, за половину августа, выдать ещё полтора тысячи путёвок. Пока же в школах и детсадах курорта идут ремонтные работы за счёт бюджетных средств и поддержки меценатов, так называемых шефов. Шефы помогают прямо в этом году очень активно. Сначала первоначальная сумма была 25 миллионов, но сейчас мы видим, что уже к 30 приближается. Огромное спасибо всем нашим социальным партнёрам и лично главе города, потому что он лично подбирал шефов. Кроме этого, мы запланировали 8 миллионов 800 на подготовку к осенне-зимнему периоду. Праздничные линейки, как и положено, состоятся 1 сентября, несмотря на выходной день, подчёркивают в Управлении образования. Начинаем же полноценно учебный год, уроки мы 3 сентября. Всем напоминаю, что 3 сентября – это всекубанский день безопасности. И мы будем проводить тренировочные эвакуации, инструктажи с детьми. 4 сентября – это день солидарности в борьбе против терроризма.